Готен морген Я всех приветствую сегодня в этом зале. Спасибо большое за приглашение Александру с Лорой. Спасибо им огромное за организацию таких мероприятий, за ту огромную работу, которую они делают в Германии, не только в Германии, но и на других рынках. И за тот уникальный, колоссальный пример, который они подают своим движением, своим ростом, своими достижениями. И они именно дают надежду, что да, действительно, впереди есть вот этот рубеж, этот ориентир. Спасибо им за это большое. У нас вчера прошла замечательная лидерская встреча. Мы с вашими лидерами встречались, очень интересно и продуктивно разговаривали о том, кто такой лидер, что важно для лидера. Шел обмен мнениями. Я вам ни за что не расскажу, конечно, о чем мы там говорили, потому что вам нужно сначала стать лидером, а потом попасть на эту лидерскую встречу. Тогда у вас будет больше стимулов. Но могу сказать о лидерстве. Одну историю. Вот я сегодня утром проснулся, достаточно рано, спустился в гостинице на первый этаж и подумал, что неплохо было бы навестить бассейн. Ну, сказали, что в гостинице есть бассейн. А, я забыл секундомер. Значит, спустился я туда в бассейн и смотрю, там плавает, нет, точнее не плавает, а там полощется пять таких божьих одуванчиков. И я про себя думаю, ну вот, надо было раньше приходить, сейчас эти старушки не дадут мне нормально поплавать, потому что они, знаете, так хаотично. Одни в центре стоят, бассейн там что-то разговаривает, другая просто ходит по бассейну, изображает так руками, имитирует плавание. Я думаю, ну как вот здесь можно поплавать? Потом я подумал так, все-таки они же не могут меня свернуть с моего пути и с моей цели. Я зашел в бассейн и начал осторожно оплывать весь этот дом престарелых. Ну, вдоль, я старался все-таки соблюдать какие-то правила. И вот я начинаю плавать, и что вы думаете? Через пять минут все эти божьи одуванчики начали двигаться точно так же вдоль длинной стороны бассейна туда и обратно. Очень скоро они выдохлись, ну это утомительно на самом деле, они ушли, пришли две тетеньки, и эти уже с самого начала автоматически стали плавать так же, как и я. И сколько я там находился в бассейне, я не знаю, 30 или 40 минут, все, кто приходили и уходили, все заходили в бассейн и начинали добросовестно и дисциплинированно плавать вдоль длинной стороны. Поэтому, если у вас в бизнесе кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то полощется, единственное, что вам нужно, это начать делать правильные вещи самостоятельно. Вы должны наметить свое направление и строго в этом направлении плыть. И вы увидите, что те, у кого нет желания и нет сил и нет внутреннего характера, они просто отойдут и встанут к бортику, и там потихонечку будут прозябать. А те, у кого есть характер, у кого есть силы, у кого есть мотив, они начнут плавать вместе с вами. Вот это и есть лидерство. Это, в принципе, то, о чем мы вчера говорили на лидерской встрече. А презентацию как мне сделать, чтобы она вышла на экран? Она уже вышла. Ой, как замечательно. Как хорошо у вас здесь, волшебство сплошное. Я вообще, когда сюда летел, я обычно, когда в Германию летаю, но я летаю периодически в Германию, вы же понимаете, я вот разговариваю уже почти по-немецки. Вот. Я обычно прилетаю с такой, знаете, надеждой, ну, с предвкушением. Во-первых, мне нравятся пейзажи. Вот мы с Мишей ехали, мне всегда нравится эта зелень, вот эта ухоженность такая невероятная. Во-вторых, я всегда еду с надеждой отдохнуть немножко от нашей жары, побыть в прохладе. И когда я пролетал над Альпами и видел снег на вершинах, на альпийских, мне и в голову не могло прийти, что сегодня я с радостью полечу домой отдыхать от немецкой африканской жары. Вот. Ну, как бы то ни было, это все переносимо, это все ерунда и мелочи, а мы продвигаемся. И сегодня тема такая важная, и я вообще в принципе не претендую на то, чтобы вас просветить по поводу цели и мечтаний. Это достаточно сложно было бы за одно выступление. По этому поводу написано немало книг, вы все грамотные люди, наверняка тоже читаете, спонсоры с вами об этом разговаривают. Но я постараюсь, может быть, какие-то моменты в своем выступлении отметить, на каких-то моментах сделать упор, поставить ударение. И, возможно, вот эти моменты станут каким-то таким, может быть, недостающим звеном кому-то. Потому что я знаю, мы все читаем, знаем про цели, спонсор говорит, надо ставить цели, там, заведи книгу мечтаний. Нам всем это говорили. Но, тем не менее, что-то вечно не хватает, да, вот какого-то такого вот спускового такого вот элемента, вот толчка, что ли там, кто-то пенделем это называет, не знаю. Вот, что-то не хватает. Может быть, нам удастся сегодня какое-то вот такое звено вставить, и вы будете эффективно планировать ставить цели и двигаться вперед. Я абсолютно убежден, что вопрос достижения – это вопрос веры. И Александр вчера тоже, кстати, на лидерской встрече об этом говорил. Это не вопрос ваших способностей, это не вопрос условий, в которых вы там начинаете или находитесь. Это вообще, все это второстепенно, это не имеет никакого значения. На первом месте стоит, стояла и будет стоять ваша вера. И вам просто необходимо, просто необходимо поверить в то, что вы это сможете. При этом я всегда подчеркиваю, что вера – это ваш выбор. Ну, на самом деле, эту фразу Генри Форда наверняка вы знаете и слышно неоднократно. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Ты прав и в первом, во втором случае. Почему? Потому что по вере вашей будет вам. Либо вы не верите, что вы можете это сделать, тогда у вас никогда не получится, сколько вы не барахтались. А если вы убеждены, что вы сможете… Но я могу сказать вот так. Когда мы поставили цель стать бриллиантами в Греции, эта цель была абсолютно нелогична, утопична, ее невозможно было обосновать никакой логикой. Ну, под ней не было никакого фундамента, никакой основы. Почему? Мы приезжие. Я вообще не хотел начинать этот бизнес по той причине, что я сказал, что извините меня, здесь в Греции я никого не знаю, с кем я буду работать. Все знакомые, однокурсники, студенты и так далее, и так далее, с кем я учился, с кем я работал, они все находятся в России. В Греции у меня мало знакомых, я не знаю языка. Короче говоря, у меня было тысяча логических обоснований, то, что я не могу и не должен строить этот бизнес в Греции. Но когда мы все-таки занялись этим бизнесом, и когда мы подошли к моменту, что нам требуется какая-то мощная мотивация для того, чтобы двинуться вперед, потому что мы застряли на уровне платного основателя, и основательно на этом уровне сидели, вот, несколько лет, и я понимал, что чего-то не хватает, и когда до меня дошло, что не хватает именно сильной мотивации, мы поняли, нужна цель. И вот когда эта идея, в принципе, зародилась, наша логика бастовала, она была исключительно, ну, категорично против вообще этой идеи. Почему? Я вам объясню. Мы тогда входили где-то в 130 бизнесов платинов основателей и выше в Греции. То есть 130 человек были на уровне платинов основателей и выше, среди них были изумруды, то есть это уже половина бриллианта, да, остаются еще три линии, а не бриллианты. А у нас не было ни одной квалифицированной ветки, ни одной. И что мы стали делать? Мы стали выращивать свою веру. Да, потому что логика была категорически против этой идеи и говорила нам, что это утопия. Среди платин, основателей среди изумрудов были очень такие солидные люди с хорошим социальным положением в Греции, адвокаты, ну, я сейчас даже не смогу перевести на русский язык все их специальности, но, в общем, это люди со статусом. И я считал, что у них наверняка больше шансов, чем у меня. Но, тем не менее, мы начали растить свою веру, постепенно, постепенно кристаллизуя ее, начиная с очень маленьких вещей, но мы дошли до того момента, когда однажды мы проснулись и сказали, да, мы это сделаем. Поэтому я еще раз повторяю, это исключительно вопрос веры. Мне нравится выражение Марии Шляпфер, я вроде все правильно нажимаю, нормально. Это тоже, кстати, касается веры. Она всегда повторяет эту фразу, мы все живем под одним горизонтом, под одним небом, извиняюсь, но у всех у нас разные горизонты, однако каждый из нас может расширить свой горизонт. Если вы еще не бриллиант, говорит та же Мария Шляпфер, то это говорит только о том, что вы в своей голове этого еще не допустили, понимаете? Когда все начинается, вот этот момент допуска, допущения, это, наверное, самый важный момент. Пусть тебе не верится, пусть ты боишься, пусть твоя логика против, пусть у тебя нет еще этой самой веры, но начни с того, чтобы просто позволить, разрешить себе хотя бы начать мечтать об этом. Все начинается с этого. Это маленькая семечка, которую ты посадишь и начнешь потом взращивать. Поэтому вот это слово для меня тоже является ключевым в этом вопросе, это момент допущения. Допусти, позволь себе думать об этом, начни хотя бы. Да, пусть эта мысль тебя пугает, пусть она кажется себе чужеродной, невероятной, но ты начни, потому что если ты не позволишь себе начать, так ничего и не произойдет. По-моему, один я слайд пропустил, но это уже не важно. Значит, здесь я решил сформулировать такую формулу, а может так кнопочкой лучше, нет, то же самое. Формулу успеха. Значит, это, конечно, может быть и не все пункты, но основные, я считаю, пункты здесь упоминаются. Во-первых, на первом месте я поставил, ну как обычно, как положено, четкие, ясные цели и фокус на этих целях. Сейчас мы будем более подробно говорить, что значит фокус на этих целях. Но очень важно вот эти слова, четкие и ясные цели. Второе – это решение, момент принятия решения – это ключевой момент в любом совершенно предприятии. Ежедневные действия, потому что принять решение, лечь на диван и ждать, когда все случится, визуализировать себе, смотреть фильм «Секрет», прочитать миллион книжек, трейси, там я еще не знаю кого, прослушать еще миллиард дисков, это вас все равно никуда не сдвинет, если вы не засучите рукава и не будете пахать. Я извиняюсь, тут новенькие, конечно, люди сидят. Я никого не хочу напугать, но и в то же время я никого не хочу вводить в заблуждение. Если мы будем лежа на диване чего-то ожидать, ничего в нашей жизни не произойдет. Это предпринимательство, а стало быть, здесь нужно будет предпринимать какие-то усилия и действия. Естественно, и в обязательном порядке строгое соблюдение системы. В любом деле, в любом предприятии, в любой, не знаю, модели какой-то, в любой машине, в любом механизме, везде есть система, есть определенная последовательность. И если мы в системе, если мы выполняем все, что предписывает эта система, значит, у нас будет гарантированно тот результат, который система обещает. Но если есть система, и мы позволяем себе выполнять половину, треть или четверть от того, что система рекомендует, я думаю, вы сами понимаете, что надеяться на стопроцентный результат не стоит. Я по этому поводу очень просто говорю. Если у тебя, допустим, гипертония, ты пришел к кардиологу и сказал врач, дай мне лечение какое-то, он тебе выписал две таблетки Флюдекс, одну таблетку Корве, я уж не знаю, как они у вас тут называются, а ты пьешь почему-то половинку. Ну или от жадности, или от дурости. То есть ты пьешь половину своих этих лекарств назначенных, и потом ты винишь врача, что врач дурак тебе, потому что тебе не помог. Ну такого же не бывает. Да, или если ты спортсмен, и тренер тебе конкретно, абсолютно говорит четко программу тренировок, которая может тебя подготовить к соревнованиям и привести к результату, а ты ходишь на тренировки день через день. Будет у тебя результат? Не будет. Поэтому давайте подходить к этому абсолютно трезво, разумно, система есть, ее нужно выполнять. И вот один момент, о котором я не успею сегодня точно поговорить, пятый, хотя для меня он тоже является ключевым, по времени просто не успеем. Это наше психологическое, эмоциональное состояние. Дело в том, что у многих, к сожалению, да, потому что мы, видимо, просто непривычны к этому, у многих в бизнесе наступает момент, когда наше желание достичь цели, достичь намеченного, начинает становиться намного сильнее, чем то удовольствие, которое мы получаем от сегодняшней работы. И мы начинаем, нам начинает не нравиться все, что с нами происходит сегодня, и мы начинаем очень сильно хотеть попасть именно туда, куда мы хотим попасть. И вот в этот момент начинаются срывы, начинается негатив, то есть человек начинает раздражаться. Поэтому наше состояние, в котором мы находимся в данный момент, эмоциональное состояние, будет определять на 100% то, что мы притянем в свою жизнь завтра. Поэтому, стремясь к чему-то, стремясь к каким-то целям, намечая их, да, и желая, безусловно, их достичь, необходимо параллельно с этим отдавать себе четко отчет, осознавать и следить за тем, в каком эмоциональном состоянии ты находишься сегодня. Не думая, что только тогда, когда ты достигнешь эту цель, ты станешь счастливым, что счастье достижим, то есть, что счастье достигается за счет достижения именно только этой цели. Ты научись быть счастливым сегодня, тогда сам процесс достижения этих целей для тебя станет намного легче, проще, эффективнее и быстрее. Ну, до пятого пункта вряд ли мы найдем, но я вам, в принципе, рассказал, о чем он. Итак, давайте по порядку, и здесь, в принципе, вот такие банальные вещи, которые я сейчас скажу, но они какие банальные не были, они очень важные. То есть, сам факт наличия цели, он обязательный, чтобы ее достичь. Но здесь у меня такие два очень простые выражения, которые я написал, они могут показаться смешными, но они такие, правильные. Чтобы осуществить свою цель, ее нужно иметь, как минимум. Или как может реализоваться ваша цель, если ее у вас нет. Ну, вдумайтесь, вот помедитируйте немножко, это же действительно очень правильно. А тем не менее, мы же забываем частенько об этом, да, это же... У нас недавно был день рождения у одной нашей, у партнера. И я говорю, вы знаете, я вас там поздравляю, отравляю, желаю, чтобы все ваши мечты осуществились. Но открою вам один секрет. Чтобы они осуществились, их нужно загадать. Потому что я знал, в чем ее проблема. Реально ее проблема, что она не ставит цели, она в это не верит, она реально... И она захохотала. То есть она, вот почему-то в этот момент до нее дошел смысл. Я говорю, вы знаете, чтобы мечты осуществились, их нужно иметь, эти мечты, ну, как минимум. Поэтому вот такая простая фраза, я надеюсь, кого-то, может быть, отрезвит. Дело вот еще в чем. Дело в том, что, ну, сами понимаете, что ничего вокруг, вот, ну, все, что... Я сейчас держу микрофон, да, тот же самый кликерс, там, не знаю, компьютер, этот зал. Ничего не создается через, сразу же, вот, приступая к материальным каким-то действиям. Да, такого не бывает. То есть у всего сначала есть замысел. Художник сначала воображает себе, там, или скульптор свою картину. Архитектор, соответственно, тоже. Он сидит очень долго в своем воображении, да, выращивает эту идею, выращивает проект. Только потом проект перекладывается на бумагу, на бумаге он дорабатывается. То есть материализация чего бы то ни было не начинается сразу. Она начинается с идеи, так или иначе, с воображения. Поэтому, если в вашем воображении это семя не посеяно, если в воображении нет этого проекта, да, то что тогда будет реализовываться? Ничего не будет реализовываться. И это очень важно понять, что у всего есть два творения. Одно духовное, одно материальное. То есть сначала замысел, а потом его практическая реализация. Так вот, очень важно приступать вот к этому замыслу. Следующий момент. Цели нужно сформулировать. И вот Марьяна Шварц, кстати, она говорила, для того, чтобы достичь успеха в этом бизнесе, вам абсолютно необходимо два качества. Два самых важных качества. Это воображение и смелость. Причем вы не обязательно должны обладать этими качествами в самом начале. Но вы обязаны по мере продвижения в этом бизнесе в себе их развить. Воображение и смелость. И есть такое выражение, ты не обязан быть великим, чтобы начать, но ты обязан начать, чтобы стать великим. Поэтому вот это, ну по поводу воображения, очень много просто есть хороших выражений. Эйнштейн говорил, что воображение важнее знания, например, да, или там воображение это все, предварительный показ предстоящих событий. Или говорил о том, что воображение, то есть логика может привести вас из пункта А в пункт Б, а воображение может привести вас куда угодно. И на самом деле воображение – это то место, скажем так, условно, где фактически зарождается всё новое, всё, чего не было до этого, всё, чего не существовало, потому что логика оперирует всегда с тем, что было, с тем, что она знает, с тем, что она умеет, понимает. Она просто-напросто занимается воспроизводством или анализом. А вот чтобы что-то новое в своей жизни создать, проявить, реализовать, его нужно сначала замыслить, понимаете. Поэтому ещё раз подчёркиваю, что всё начинается с замысла. Есть вот такое выражение, мы, кстати, тоже с Мишей, по-моему, об этом говорили. У нас есть такая семья, Федосеевы очень успешные, коронованные, Тамара Борисовна, Соколова, Балятова, у них очень любимое такое выражение – «замечтать». Она всё время говорит, ну, замечтай, там вот она разговаривает с партнёрами, говорит, ну, замечтай, я тебя очень прошу, начни мечтать, она хочет сказать. Но вот здесь вот, знаете, я, тем не менее, в этой формулировке, да, в системе, обратите внимание, я даже не написал слово «мечта», хотя именно мечта является таким мощным мотиватором и двигателем, я ставлю всё-таки цели умышленно для того, чтобы помочь людям, которые не в состоянии сейчас мечтать. Вот у них нет ещё этой смелости, про которую говорит Марьяна, они ещё в себе не развили. Поймите, что если нет крупной мечты, там, какой-то глобальной, это тоже не проблема, это не говорит о том, что вы не можете сегодня никуда двигаться. У моих партнёров, вот у некоторых возникает тоже такой вот заскок. Вот Адамитис сказал, что без мечты никуда не двинешься, а я никак её не могу найти. Всё, значит, типа бизнес стоит, это нормально, то есть что он стоит. Всё объяснимо очень хорошо, мечты нет, Адамитис сказал, без мечты нельзя. Ну это ерунда на самом деле. Потому что если ты не нашёл там свою какую-то глобальную такую мечту, от которой тебя крышу сносит, тогда просто ставь перед собой рабочие задачи и всё. И не выделывайся, извините меня. Ну реально, если ты хочешь двигаться в этом бизнесе, и ты пока ещё не можешь замахнуться на уровень бриллианта, тебе вот духу не хватает, а уровень 3% тебя видеть или не мотивирует, это глупо. Поставь перед собой рабочие задачи просто-напросто, ставь цели, применяй систему маленьких шагов, и ты увидишь, как выполняя простые вещи и получая удовлетворение от того, что ты двигаешься, ты начинаешь укреплять в себе веру в то, что ты можешь. Могу это, могу то, могу то, а потом всё могу, да, всемогущество наступает. И вот это тренируется именно таким образом. Поэтому необходимо сформулировать цели в обязательном порядке. Их нужно сформулировать чётко, конкретно. Ну, это не тавтология, чётко и конкретно. Чётко они должны быть, опс, чётко они должны быть ясные просто-напросто, а конкретика это нормативность. То есть чётко это вот, знаете, у многих бывают такие цели. Я буду делать всё, что от меня зависит. Это цель. Я готов трудиться там денно и ночно, лишь бы у меня был успех. Это цель. Это пустые лозунги, это вообще ни о чём. Понимаете, это ни о чём. А у многих есть такое. А если вы скажете, что к следующему семинару я выращу две девятипроцентные организации с товарооборотом таким-то и таким-то, и выйду на такой-то уровень, и буду стоять здесь на сцене с тремя партнёрами. Вот это цель. И плюс конкретика это когда вот именно нормативность, то есть цифры чётко прописаны, сколько партнёров, какой товарооборот. Что значит честно, вот у меня даже красным оказывается здесь выделено честно. Честно нужно просто определиться, насколько эта цель твоя. Бывают же цели навязанные, то есть социум нам очень многое навязывает в нашей жизни. Социум же объясняет нам, вот по телевизору нам показывают, как ты должен жить, чтобы считаться крутым. Чтобы ты ощущал себя крутым. У тебя должен быть такой-то вес, такая-то жена, такая-то машина, такая-то вилла, вот такой-то бизнес. Но это всё стереотипы, которые нам сгружают просто-напросто там средства массовой информации, навязывают социум, окружение. А ты задумайся, честно и откровенно сядь сам с собой в тишине и подумай, насколько тебе это надо. Вот я когда начинал этот бизнес, если бы мне сказали, что я буду пахать для того, чтобы купить себе 600-ый Мерседес, хотя я не против этой машины на самом деле, нормальная машина, 600-ый Мерседес. Но если бы мне сказали, что я должен встать в 3 часа ночи, полететь в салоники, чтобы кого-то спонсировать, и в результате я достигну финансовой независимости и куплю себе 600-ый Мерседес, я бы не стал этого делать, реально. То есть какой бы он крутой ни был, это не моя цель. Вот может быть кому-то нужен 600-ый Мерседес. Поэтому вы разберитесь, и Тадж-Махал подачу вам тоже не нужен совершенно, за ним, понимаете, уход просто невероятный, совершенно дорогостоящий. Поэтому нужны цели такие, которые вам действительно душу греют, реально могут вас мотивировать, и они не должны нравиться еще кому-то в обязательном порядке. То есть вы не должны произвести на кого-то впечатление своими целями, произвести впечатление на себя, и вот это будут честно поставленные цели. Вот пусть они будут намного скромнее, но это будет то, что вам действительно хочется. Ну вот то, что Юля нам говорила о том, что бывает два вида стимулов, два вида мотивации, одна избежать чего-то, другая достичь чего-то. Вот здесь я и написал, что цели должны быть сформулированы позитивно. То есть я не хочу избежать бедности, я хочу стать богатым, это имеется в виду. То есть ставьте себе цели и формулируйте их именно в позитивном ключе, не используйте негативных формулировок. Ну и используйте принцип маленьких шагов. Ну это я так маленькие ножки поставил, приятно смотреть, и в голове, наверное, отпечатается. Делайте маленькие вещи, получайте от этого удовольствие, и потом у вас появится сила делать большие. Меня не очень здесь вижу, но не важно. Да, вот, кстати, Форд сказал очень хорошую вещь. Никакое дело не покажется вам неисполнимым, если вы разобьете его на составляющую часть. Совершенно правильно. И тем более в нашем бизнесе все так просто. У нас же уже есть шкала, которая разбита на ступенечки. Вам не надо сразу запрыгивать на какой-то сумасшедший уровень. Начните менять там каждый месяц или каждые два месяца по одному уровню. Совершенно прекрасная цель, да, такая. Ставьте себе каждые два месяца начните менять уровень. Это я скромно очень говорю. Потому что мы 21% сделали за шесть месяцев. И мы не ждали, и мы не ставили вообще себе каких-то темп. Мы хотели 21% и делали 21%. Вот. Делайте свое дело с любовью, и все у вас будет. Да, я тут отстал, но неважно. Вот здесь такая картинка по поводу фокуса. Что значит фокус? Ну, вы видите, да, эту картинку вы тысячу раз видели, и вам этот пример много раз приводили. Увеличительное стекло, ну, точнее так, солнечные лучи, когда они светят, ну, вот сейчас они светят, там на улице очень ярко, да, и все нормально, мы, конечно, потеем, но никто не сгорел. А если эти лучи, те же самые лучи, то есть ту же самую потенциальную энергию, ту же самую силу, взять и соединить в один пучок, заострить, сфокусировать и направить в одну точку, то при той же самой солнечной энергии возникает воспламенение. Как это перефразировать в нашем случае? У вас есть, скажем так, ну, определенный объем, да, возможностей духовных или мыслительных. Ну, как-то упростим давайте это дело. Вот, то есть сколько-то силы духовной. И вот если эта сила ваша духовная в течение дня рассеивается, то есть разбазаривается, то на то, то на другое, то пошли туда, вы начинаете обдумывать какие-то там хозяйственные дела еще. Я не говорю, что об этом не надо думать. Вот, но если при этом эта сила ваша духовная, мыслительная, вот это воображение, про которое мы говорили, ни на чем не сфокусировано, то никакого воспламенения не произойдет. А вот если вы весь свой потенциал мыслительный соберете в пучок и направите этот пучок на то, что вам действительно хочется осуществить, то осуществление произойдет быстрее. Во-первых, я вам просто скажу, что сам факт того, что вы сфокусированы на чем-то, начинает автоматически вас дисциплинировать. Это помогает вам в течение всего дня расставлять приоритеты. И вы не будете заниматься второстепенными делами в ущерб первостепенных. Поэтому фокусировка, первая ее значимость такая серьезная, она позволяет вам автоматически оставаться, отслеживать свои приоритеты, исследовать своим приоритетам. Поэтому это чрезвычайно важный момент с фокусировкой. Ну и есть еще такая штука, я не знаю, насколько сейчас нужно в такие теории углубляться, есть такая ретикуляционно-активационная система. Это такая функция нашего мозга отфильтровывать ненужную информацию, отфильтровывать информацию, которую наш мозг приучен считать неактуальной. Вот так. И допускать к нашему осознаванию только ту часть информации, которую наш мозг приучен нами, кстати сказать, ну и окружающими, считать актуальной. Вот это такая, вот можете в интернет зайти, даже там есть описание, ретикуляционно-активационная система. Я услышал в одном, это вот как раз к теме фокусировки, почему важно фокусироваться на том, что ты хочешь. Я услышал от одного коуча, я вам коучи вообще не рекомендую, самые лучшие коучи это амвеевские лидеры, поэтому ходите на семинары, слушайте амвеевских лидеров. Это правильный коучинг, который в итоге приведет вас к денежным, к финансовым достижениям. Вот, а те коучи, они просто с вас деньги выкачают, и ну еще не факт, что вы там что-то с этих коучингов возьмете. Но тем не менее, я там за некоторыми послеживаю. Вот, слава богу, у меня есть внутренние критерии определить и не втянуться ни во что. Так вот, он рассказывает одну такую историю, и она мне понравилась. Он рассказывает, я вот тут с вами веду свой репортаж из древнего болгарского города Несебр. Я даже не знал, что есть такой город. И вот я вам сейчас расскажу, как я туда попал. Однажды, 13 лет назад, моя знакомая была в Болгарии на отдыхе и привезла мне чашку, подарила, и я пил из нее все 13 лет чай, а на этой чашке был герб, и было написано Несебр. Вот, герб этого города и название Несебр. Я никакого значения не придавал, но я пил, 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 пил чай, и получается, что вот этот образ, да, и вот это название, оно постоянно, ежедневно отпечатывалось, 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 отпечатывалось подсознание. Невольно даже, совершенно непроизвольно сознание фокусировалось на этом слове Несебр. И оказалось так, что он попадает в Болгарию, он проводит там где-то семинар и обнаруживает, что этот город Несебр там от него в 20 километрах. Ну и, конечно, он туда поехал. И вот он говорит, что это все не случайно, что это ретикуляционная система наша так работает, все, на чем мы заостряем свое внимание, оно рано или поздно проявляется в нашей жизни. Вот, я слушаю это все прекрасно, ну, меня это заинтриговало, вся эта история с чашками. Так вот, ретикуляционная система – это фильтр определенный. Если так взять, то наше сознание в течение, ну, каждую секунду бомбардируется миллионами бит-информации. А есть у меня, спасибо, и вы знаете, я даже два принес, я же знал, что я буду потеть, а один платок у меня лежал в брюках, а другой в пиджаке специально. Я истекаю потом, но все-таки мне хочется быстрее разговаривать. Вот, и, значит, что делается с этой, вот из миллионов бит-информации, которые реально на нас сваливаются, наш мозг, чтобы защитить наше сознание, он отбрасывает несколько миллионов и допускает к нам всего две тысячи. Можете понять соотношение между миллионами бит, да, и две тысячи, которые мы реально воспринимаем? Таким образом, это идет колоссальная фильтрация, и все, что считается как бы ненужным, оно отбрасывается, а все, что ты считаешь нужным, оно тебе вот, пожалуйста, на блюдечке дается. Ну, простые примеры такие. Это вот, кстати, объясняет, почему два человека в одной и той же ситуации видят разные вещи совершенно, потому что один заточен на одно, другой заточен на другое. Ну, вот пример такой. Допустим, вы идете по шумной улице, да, тысячи звуков, там, тормоза, где-то милицейские там эти сирены, где-то скорая помощь проехала, где-то музыка из окон, какие-то разговоры, толпа. То есть звуков миллион. И вдруг кто-то крикнул, Костя, ну, допустим, ваше имя, там, Наташа. И вы мгновенно оборачиваетесь. Звали, в общем, даже и не вас. Но почему вы так резко отреагировали, почему из миллиона звуков выделили именно это? Почему? Потому что ваша депутационная система годами была приучена, что этот звук, ваше имя, является очень важным для вас. Или вы приняли решение купить там машину определенной марки, определенного цвета. Как только вы приняли это решение, вы с удивлением начинаете вдруг видеть, что полгорода уже ездит на этой машине. Но самое интересное и странное, почему вы вчера этого не видели? А именно потому, что вчера эта информация была для вас неактуальной, считалась неактуальной. Поэтому вы ей должного значения не придавали. И вот это очень важно, на чем мы фокусируемся постоянно. В чем мы тренируем свою ретиклиционную систему считать актуальным. Вот однажды, не так давно, мы организуем регулярные мероприятия в центральном офисе. У нас тоже есть экспириенс-центр в Афинах. И, слава богу, благодарность большая АМВ, они нам дают возможность проводить большие мероприятия, мы их проводим. И вот мы организуем мероприятия, и одна из моих партнеров мне говорит, слушай, я вообще не понимаю, к чему есть этот цирк? Я говорю, не понял. Она говорит, ну лето, все на море. Ну кого ты в воскресенье туда позовешь? Вот пока она этого не сказала, у меня даже мысли не было, что сейчас лето. Ну я просто знал, что надо делать дело. Понимаете? У меня только одна направленность. Надо делать дело. Лето, зима, весна, осень. Мы делаем свое дело. А у нее из-за того, что у нее мозги так сложены, ей было вот... Ну вот. Таким образом, наш мозг видит только то, к чему мы его приучили, что оно важное и значимое. И в этом плане есть такое колоссальное определение кармы. Оно мне очень нравится, я его всегда использую, партнерам говорю. Я однажды прочитал у одного такого достаточно продвинутого духовного учителя. Карма – это позволение тебе получать тот опыт, который ты считаешь значимым. Вот это объясняет, почему, скажем, больные люди не могут вылечиться. Им вообще не светит вылечиться. Почему? Потому что для них болезнь стала настолько значимой. Они столько значения ей придут. Они любят ее. Они сроднились уже с ней. Они, конечно, жалуются. Они стонут, плачут, говорят, о, там, всем рассказывают, как это все плохо. Но на самом деле они делают все, чтобы с ней жить с этой болезнью. Это и есть их карма. Они не могут уже без этой болезни. Это их образ жизни. Для того, чтобы стать здоровым, нужно делать все, что делают здоровые люди, а не больные. Понимаете? Нужно сфокусироваться на здоровье, не на борьбе с болезнью. Если ты сфокусирован на борьбе с болезнью, значит, единственное, что ты будешь притягивать в свою жизнь, это болезнь и проблемы. Вот это вот карма, такое определение. Очень мне нравится. Ну вот, я про это сказал, про это тоже сказал. Ну да, едем дальше. Ну вот, и дальше, значит, происходит такая вещь. В общем, мы смотрим на мир через скважину своего ума. И вот это вот ретикуляционная активационная система. И происходит такая вещь. Он рассказывает, значит, ну вот так свой пример приводит. Вот вы там, допустим, на десктопе у себя или в офисе повесили фотографию Эйфелевой башни. И вот вы смотрите на эту Эйфелевую башню, не то, что прям специально смотрите, но вы же ее видите, вы же постоянно на нее смотрите, волей-неволей. Обязательно ваша ретикуляционная активационная система сделает так, что вы попадете в Париж, и вы обязательно возле этой башни когда-нибудь окажетесь. Через год, через два, через пять, через пятнадцать. И вот он все рассказывает с подробностями, я верю и не верю, а потом у меня раз такой, знаете, шок прямо реальный. Ведь в моей жизни это было. И я этот случай рассказывал. На семинаре Майерхофене я рассказывал. Мы однажды, когда мы открыли офис, тогда денег много у нас не было, еще инвестировать много мы не могли, оформлять его сильно не могли. Но белые стенки, скучно как-то. Люди заходят, столы, стулья и все. Надо же, ну хочешь как-то так приукрасить. И мы поехали в магазин, купили постер, который первый папаш, нам понравилось, мы его повесили на стенку, этот постер. И вот люди стали все время спрашивать, это что? Заходят в офис, а это что? Ну, что оно здесь висит? Я говорю, ну висит и висит, картинка красивая. Я знать не знал, что это такое. И это длилось годами, вот реально годами. А потом мне надоело, они все меня спрашивают и спрашивают, я думаю, а действительно, а что это за картинка? Я вообще думал, может это фотошоп, может этого нет такого на самом деле, может художник нарисовал. Ну видно, что вроде фотография. Я зашел в интернет, когда мы его повесили, еще и никаких интернетов не было, компьютеров не было, ничего не было. И вот в какой-то момент у меня вдруг мысль такая осенела, думаю, а действительно, не посмотрите ли мне эту картинку? Я просто в гугл забиваю замки и начинаю смотреть просто картинки. И тут же натыкаюсь на эту картинку и обнаруживаю, что это не просто картинка, а оказывается это Нойшвайнштайн, да? Это замок, который, ну мы же случайно его туда повесили, который находится там буквально в 70 километрах от Мейрхофена, в которые мы ездим каждый год. И естественно, что в следующий декабрь мы прилетели в Мюнхен, взяли машины и поехали куда? В Нойшвайнштайн. Таким образом, у меня тоже была ситуация, когда висящая на стене картинка безобидная, которая не была моей целью фактически, да? Как она повлияла на то, что я все-таки там оказался в этом пейзаже. Насколько тогда сильнее могут повлиять на нас картинки, которыми мы будем окружать себя осознанно. Вот к чему это все я вел, для того, чтобы пояснить вам, как важно фокусировать свое внимание, свое подсознание, свое сознание на тех вещах, которые вы действительно хотите реализовать в своей жизни. Вот почему, когда спонсор говорит, делай книгу мечтаний, делай, делай, от тебя не убудет. Даже если ты сейчас не веришь очень сильно, что это функционирует, ты делай, смотри в нее почаще, а потом у тебя будет, как у меня, безобидная картинка приведет к тому, что, ну, не само собой, я уже говорил, что действовать-то надо будет. Поэтому с активационной системой мы разобрались. Ну, вы прочитаете, а я пойду на следующий слайд. И вот когда вот эти образы, да, мы уже загрузили в подсознание, тогда наше подсознание начинает работать, как навигатор. А как навигатор работает? Нам фактически, ему нужно только задать точку отчета, да, в которой вы находитесь, точку, куда нужно попасть, и условия маршрута. И дальше он вас ведет автоматически. Приблизительно то же самое, ну, образно, будет происходить с вами на этом пути, когда вы реально горите какой-то мечтой, когда у вас есть цель, когда вы на ней постоянно фокусируетесь, осознанно, сознательно. Все в вашей жизни будет как бы продвигать вас, вы будете видеть совершенно волшебные, чудесные вещи, вам будут приходить совсем другие люди. Вот если ты сидишь угрюмый, да, и пытаешься изо всех сил тянуть себя вперед на железном поводке, через волю там заставляешь куда-то двигаться, приходят люди такие сякие, негативные, и вот твое такое не очень уверенное состояние от этих людей еще хуже становится, да, они как бы испытывают тебя на прочность. А вот если ты горишь, если у тебя есть цель, если у тебя есть мечта, ты начинаешь видеть, что и люди вокруг другие совершенно нормальные. Больше, у меня были такие случаи многократно, а один раз я с одним партнером мы длительную работу проводили, и наконец он принял решение, что да, действительно, вот поставили цель, и он, ну, загорелся, по крайней мере, этой целью, оно не всегда бывает надолго, но, по крайней мере, вспышки происходят. И вот он загорелся, и вы не представьте, он приходит на следующий день с работы, совершенно очумелый, у него квадратные глаза, я говорю, Коля, что случилось? Он говорит, ты не представляешь, там столько народу, у меня с кем можно поговорить, а он там годами работает инженером, там предприятие тысячи человек, а он ходил, он их не видел в упор, абсолютно они нет, они все были неподходящие кандидаты, пока он не принял решение. Но с момента принятия решения все изменилось, даже в его глазах, то есть даже оптически наводка вашего зрения, она уже меняется, это удивительная совершенно вещь, которая происходит. Так, следующий момент мы пропустим вообще. Сейчас я постараюсь, просто здесь не так быстро все меняется, как я хотел бы. Ну, мир вокруг, на это все туда же. Наш фокус, наш настрой. Мы видим все не таким, какое оно есть, а мы видим все таким, какие мы сами есть. Следующий пункт, очень важный, абсолютно необходимый, это принятие решения. Решения, которые вы принимаете сегодня, станут частью вашей биографии завтра. Принимайте интересные решения, у вас будет интересная биография, это очень хорошее выражение. Решение должно быть бесповоротным, серьезным. И вот с решением тоже очень важный момент, не нужно путать сильное желание и принятие решения. Это мы уже сказали. Есть у меня партнеры, которые вот хочу, хочу, все, 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 готов, да, я принял решение. А на самом деле я вижу, что кроме сильно хочу, ничего нет. Что значит приняла решение? Приняла решение это все, это люди, которые вот сильно-сильно хочу, это все из категории я постараюсь. То есть до момента принятия решения люди все говорят, я буду стараться, изо всех сил я все буду делать, да. И вот когда мне люди говорят, я постараюсь, я говорю, больше так никогда не говори. Ну почему, я же хорошее сказал, я же постараюсь. Я говорю, постараюсь, говорят люди, которые заранее извиняются за то, что у них не получится. Ну реально так. А если ты хочешь чего-то действительно достичь, ты должен принять решение. Когда ты принял решение, там нет уже никаких постараюсь, там просто-напросто нет никакой двухсмысленности. Принятое решение означает только одно, я это сделаю. Я это сделаю любой ценой. Я не знаю как, я не знаю с кем, я может быть даже не в тот срок, который я планирую, я на это тоже согласен, но я знаю только одно твердое, я это сделаю. Это принятое решение. С этого момента вы отключаете механизм провала. Ничего не сможет вас остановить и ничто не сможет вам помешать, чтобы достичь вашей цели. Вот это самое важное. Вот до и после принятия решения, это два разных человека в принципе, они думают по-разному. Вот на семинар не секрет, что приехали не все, да? Вы наверняка звали больше народу. Вот человек, который думает, который хочет поехать на семинар, он хочет, он еще не принял решение, но он хочет поехать на семинар. И он начинает думать, так, сколько же это стоит, там же еще где-то надо остановиться, это еще надо покушать, а детей куда девать. То есть о чем думает человек, не принявший решение, до принятия решения, до вот этой пограничной красной черты, о чем он думает? О проблемах думает, о трудностях. А когда человек точно принял решение ехать на семинар, что он думает? Так, ага, а где же я возьму деньги? А вот там я возьму деньги, да? А с кем детей? Ага, вот туда я их определю. О чем думает человек, который принял решение? Как? О возможности, о способе, о том, как реализовать. Поэтому момент принятия решения, это самый ключевой момент в любом деле, совершенно в жизни, в бизнесе, во всех вопросах. И я вам очень желаю от всей души принять это решение. Примите сейчас, потому что вот обстановка семинара, это абсолютно идеальная среда и лучшее место для того, чтобы принять решение. Сейчас вас все тут вдохновят, вам все тут помогут, реально вы будете в очень хорошем эмоциональном состоянии. Это лучшее состояние для принятия решения. Принимайте решение немедленно, иначе ничего не произойдет. Ну, честность, честность знаете, что имеется в виду? Это отказ от лишних степеней свободы. Что значит отказ от лишних степеней свободы? Я однажды сидел дома, покушал хорошо, позавтракал, выпил, как обычно, полную горсть нутрилайта, такую щедрую, я себя люблю, поэтому на себе не экономлю, очень много витаминок. Потом вышел на балкон, сел, закурил и подумал, а вот что ты сейчас делаешь? Реально, минуту назад ты жрал горстями витамины, ну, типа, ты как за здоровье, а теперь ты вышел через минуту, сел на балкон и решил отравиться никотином. Это куда? И я понял, что это нечестно. То есть по отношению к цели, честно или нечестно, вы поймите, очень важно, честность нужно всегда рассматривать по отношению к цели. Вот чтобы понять честно, это не по отношению к другим людям. Вот и честность и правдивость, это два разных понятия, я вас к правдивости не призываю, это утопия. А вот к честности призываю. По отношению к цели, к вашей, вот к моей тогда здоровью, курить было нечестно. Я бросил курить в результате. Вот. Честность на самом деле. То же самое в бизнесе. Когда вы начинаете говорить, да, хочу, хочу, себе обещаете, спонсору обещаете, а потом посмотрите на практике, что вы делаете в реальности. Насколько честно вы поступаете в отношении к своей цели. Насколько ваши поступки потом соответствуют тому обещанию, которое вы давали сами себе. Ведь дело в том, не сколько вы времени в бизнесе в годах, а дело в том, сколько часов из этого времени вы посвятили непосредственно бизнесу. А то есть некоторые говорят, да вот, я уже два года в бизнесе, я ничего особенного не достиг. Я говорю, пардон, а ты что, что-то достигал эти два года? Если ты формально заключил договор и просто как бы по хронометру прошло два года, это еще не говорит о том, что два года строил бизнес. Давайте будем честно и трезво смотреть на вещи. Бизнес построит тот, для кого это билет в одну сторону. Реально, это билет в одну сторону, без обратного билета. Вот кто принял вот такое решение бесповоротное, тот построит бизнес. А тот, кто и нашим, и ва, и тут, и а, там, конечно, решение не принято. Вот здесь, кстати, очень хорошее выражение, Ника Вучича, ну его тоже, наверное, знаете, человек, который родился без рук, без ног, а на сегодняшний день это очень известный человек, который многим людям помог, вдохновитель многих людей. Ну прочитайте, когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще немножко, один день, неделю, месяц, может быть год, и вы поразитесь тому, что произойдет. Я помню, Марьяна Шварц тоже всегда говорила, она говорила, вот если ты устал работать в этой линии, вот ты видишь, она не идет, вот эта линия, да, я тебя очень прошу, вот в момент, когда ты все вот, дошел до предела своего терпения, поработай еще месяц. Один месяц еще, не бросай, еще один месяц, я тебя очень прошу, и ты увидишь, что там что-то произойдет. Это очень важный момент, настойчивость, честность, все зависит только от вас. И вот здесь тоже есть хорошее выражение, вы получаете от жизни не то, чего хотите, и даже не то, чего заслуживаете. Я потом скажу, что мы получаем от жизни. Есть тоже один такой коуч, достаточно известный, американский. Он рассказывал, как он попал на свой первый, ну вот, коуч-тренинг такой, коуч-сессию. Он говорит, мы пришли, был небольшой зал, там стояло около 20 стульев, на каждом стуле лежал блокнотик, и нам тренер сказал, рассаживайтесь. Я сел, значит, на свой стульчик, и у меня лежал желтый блокнот. И я, как сейчас, говорит, помню, я тогда подумал, боже мой, желтый, как я ненавижу желтый цвет. И в этот момент тренер говорит, если вам не нравится цвет вашего блокнота, тогда поменяйтесь со своим соседом. Вы заслуживаете того, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Он говорит, эта фраза перевернула всю мою жизнь. Вот с этой фразы началась вся моя карьера, когда она сказала, что вы заслуживаете того, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Так вот, мы по жизни получаем именно то, на что соглашаемся. Иногда нам, может быть, и не нравится тот блокнотик, но мы же терпим, понимаете? Может быть, нам и не очень нравится то сегодняшнее состояние или положение финансовое, или дел, в которых мы находимся, но мы же терпим. Поэтому мы будем получать то, что мы терпим. Ежедневные действия. Ну, по действиям. Тут как бы то, о чем я говорил, здесь невозможно преувеличить. Действия. Я специально взял несколько слов. Действия, действительные действия, действительность, да, однокоренные слова действительно определяют успех действия. То есть, видите, это все один корень, один и тот же смысл. Если вы что-то хотите, то в слове «желаю» нужно одну букву заменить, начинаем делать, и мы получаем то, что мы действительно хотим. Махатмаганди, по-моему, сказал, одна унция практики стоит тонны молитв. Да, совершенно верно. Дело в том, что можно очень долго взывать к Богу, там, не знаю, к правительству, еще к чему-то, но нужно лучше встать и что-то сделать, там, передвинуть. Один предмет с места на место, и уже что-то произойдет. Ну, и мы добрались до пятого пункта, я его не успею осветить, у меня 5 минут и 8 секунд у моего выступления. Строгое соблюдение системы, я уже сказал. «Эмоциональный настрой». Вот здесь вот чрезвычайно важная вещь, которую мы, может быть, не всегда отдаем себе отчет, насколько она важна, это наше эмоциональное состояние сегодня. Спокойствие, уверенность, радость. Что нужно делать? Просто необходимо научиться радоваться жизни сейчас. Это не означает, что вы теряете тем самым мотивацию двигаться дальше. Жизнь можно любить такая, какая она есть, и можно ставить цели, и тогда все будет нормально. Если мы зациклимся только на целях, это у психологов называется эффект отложенной жизни, когда мы думаем, что мы станем счастливыми только в тот момент, когда мы достигнем того, сего и этого. Это неправильное думание. Не нужно забывать, что вот сейчас у меня тоже есть какие-то цели, я тоже куда-то двигаюсь, но вот сейчас я живу вот в этот момент, и я стараюсь ощущать то, что я действительно живу. Я стараюсь ощущать, что я с людьми, что это жизнь, что это момент общения, это момент обмена информацией. Вот вы выйдете на улицу, обязательно на небо посмотрите. Как часто вы смотрите на небо, на облака, вокруг, как вы смотрите, на природу, как часто вы выходите на природу, чтобы с ней просто пообщаться в тишине. Это все должно присутствовать в нашей жизни. Если мы начнем оголтело двигаться только вперед, и нас будет раздражать то, в чем мы находимся сегодня, если мы перестанем любить то, что мы делаем сегодня, то это будет проблема. То есть это будет перенапряжение, это будет стресс, это будет перегорание. Поэтому просто необходимо думать о том, в каком эмоциональном состоянии мы находимся. Я не знаю, что там вылезет. Ну, в общем, эмоциональный настрой. Я вам зачитаю самый конец, и это будет очень правильно. Как раз три минуты у меня на это есть. Для того, чтобы быть счастливым и довольным, очень важный момент, это момент благодарности. Благодарности за то, что у вас уже есть. Начните радоваться тому, что есть. И если мы серьезно и честно задумаемся, откровенно и искренне, то мы поймем, что у каждого из нас очень много причин для того, чтобы радоваться жизни и быть благодарными за то, что у нас есть. Ну, за все, что вы имеете. За здоровье. Вот вы приехали сюда, у вас были деньги приехать сюда, возможности. У вас мозги, которые позволяют вам быть в этом бизнесе. То есть вы его поняли, вы его оценили. Семья, дети, какие-то деньги, неважно какие, но вы не голодаете, да, вы не раздеты, вы одеты. И вот есть такая, ну, тоже в интернете гуляет такая информация. Вы счастливы, если сегодня с утра вы проснулись здоровыми. Вы счастливее, чем один миллион человек, которые не доживут до следующей недели. Если вы никогда не переживали войну, одиночество, тюремного заключения, агонии, пыток или голод, вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, вы счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если в вашем холодильнике есть еда, вы одеты, обуты, у вас есть крыша над головой и постель, вы богаче, чем 75% людей в этом мире. Если у вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире. И если, ну, у меня по идее должен здесь стоять слайд, и если вы читаете то, что вы сейчас читаете, вы не принадлежите к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют читать. Измените свое внутреннее состояние, наполните себя благодарностью, мыслями об изобилии, радостью, и вы создадите предпосылку, чтобы все это проявилось в вашей жизни. Чего я вам желаю. Спасибо вам большое за внимание.